Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Александр, и мы сегодня с вами поговорим о коляске от компании Annex. Это новиночка, модель называется Yelly. Не знаю, как правильно это именно произнести, можете исправить меня в комментариях. Я ее буду называть Yelly. Это коляска, которой компания Annex, просто вот дверь премиум сегмента, и она зашла туда с ноги на самом деле. У них реально получилось сделать хорошую премиальную колясочку, которая, по факту, я поставлю себе с рядышком какой-нибудь премиум сегмент 1120-150 ценой. И эта коляска, ей практически уступать не будет при цене где-то на 30, то есть 40% дешевле, чем лютый премиум. Но сделана она реально, мое почтение, очень хорошо, друзья. И давайте перед обзором небольшие технические данные вводные, и потом начнем ее изучать. Annex, польская компания, вдруг кто забыл, производитель дает аж 3 года гарантии на колясочке. И вес у нее, самая фишечка, 10,7 килограмма с люлькой, и 10,11 с прогулочным блоком. Чуть позже его увидим. Кстати, на этом прогулочном блоке 115-170 градусов угол наклона, очень крутой показатель. Тоже дойдем, увидим. Ширина колесной базы здесь 59 сантиметров. Люлька у нас здесь 70 на 32, 70, не пугайтесь, друзья, это не маленькая люлька, это 70 сантиметров. И даже зимой в конверте ребенок нормально сюда помещается. Вот, и 22 килограмма, вся эта конструкция выдерживает вес ребенка. Вот, давайте начнем сверху вниз, с люлечки. Цвет, который сейчас у нас с вами на обзоре, он называется у нас оливковый Excite, если я правильно произнес. Вот, цвет реально нежный, приятный, он в тренде уже второй, даже, наверное, третий год. Вот эти оливковые, все зеленые хаки, цвета сейчас очень модные. И плюс еще такие бежевые и коричневые ручки тоже сейчас прям вот везде любят производители использовать. Смотрите, используется эко-кожа, верхний слой, скажем так, эко-кожа. Нижний каркас, кстати, используется, не ткань натянута, это у нас ткань. Эко-кожа приятная, все хорошо. Что касается козырька, друзья, есть секция, которую можно вот так открыть и непосредственно вперед вот так вот сдвинуть. Больше, глубже закроем, здесь откроем. Летом будет очень даже актуально. Так, у нас идет в комплекте, кстати, вот эта накидочка крепится с помощью двух очень мощных магнитиков, которые вот даже оторвать сразу не получается, не сорвать даже при самом лютом ветре. Есть вот такой большой козыречек, который убирается, поднимается, бортик назовем его так, который не дает, чтобы зимой, например, задувало внутрь колясочки, внутрь люльки. Так, сейчас смотрите, люлька установлена на идущие в комплект адаптеры высоты. Вот эти адаптеры. Вот, их можно убрать, поставить ниже люльку или прогулочный блок. Я их не убираю, потому что хочется, чтобы повыше немножечко было. Давайте заглянем внутрь. Производитель заявляет, что использует просто какие-то супер натуральные ткани. Даже в производстве, если не ошибаюсь, матраса была использована кукуруза. В общем, по материалам, тканям, которые внутри, кстати, они настолько приятные, что я даже не припомню, чтобы вот такие ткани были где-то еще. Ну, в общем, супер классные внутренние материалы. Матрасик очень мягенький, приятный. Вот такой полностью с воздушными каналами дно. Кстати, на дне есть, видите, вот здесь вот, обратите внимание, есть возможность открыть шторку, чтобы можно было проветривать. И также есть ножки, чтобы могли ставить, не боясь, что вы что-то испачкаете. В общем, люлечка очень-очень хорошая, друзья. Так, ну, люлькой у нас всего 6 месяцев пользоваться нужно, поэтому переходим к прогулочному блоку. Прогулочный блок, друзья, у нас вот такой. Естественно, мы можем его ставить и по ходу, и против хода. Ну, я его поставлю сейчас, например, против хода движения. Тоже буду использовать эти адаптеры высоты. Здесь та же комбинация, что на люльке. Сверху у нас идет эко-кожа, снизу у нас используется ткань. На козырьке у нас есть с вами две секции, которые можно открыть. Вот эту я уже открыл заранее. Здесь у нас непосредственно используется москитная сеточка. И вот эта секция, она у нас просто увеличивает дополнительно козырек по размеру. В общем, в лежачем положении вы всегда просите показать вам максимальное положение козырька. Вот, пожалуйста, смотрите. В принципе, половину полностью закрывает. Ну, в принципе, обычный показатель для такого рода конструкции, друзья. Что мне нравится? 115 градусов, о которых я говорил. Это у нас капитанская посадка. Очень удобная. Большинство родителей именно такую посадку и хотят, чтобы не был сильно ребенок завален назад. Вот, естественно, здесь у нас ремешки пятиточечные. Что мне нравится, используются магнитные ремни. Не нужно пытаться как-то все соединить. Просто прикладывайте, оно само все подтягивается и фиксируется. Магнитная система ремней прям топчик. Бампер здесь, кстати, тоже в эко-коже, как и ручка. Можно откинуть в сторонку и непосредственно опустить вниз для удобной посадки. Тоже очень хорошо. Так, друзья, регулируется вся эта конструкция. Вот, смотрите, здесь видно с помощью рычажка. Все понятно, все понятно. Так, смотрите. По комплектации, в двух словах, быстренько ее назову. Там есть адаптеры высоты, сумка для мамы, дождевик на люльку и на прогулку, сумма скидка на люльку, на прогулку, сам блок там и все-все, то, что мы сейчас видим. Нету в комплекте подстаканника, сразу говорю. Его можно докупить отдельно. У нас на сайте FirstBuggy куча подстаканников и фирменных, и универсальных можете подобрать. Собственно, друзья, давайте посмотрим на ручку, что из себя представляет ручка. Ручка у нас здесь регулируется, но регулируется она не телескопически, а по наклону. В принципе, вот максимальное положение, вот минимальное. 99% людей под себя подберут высоту. С этим проблем не будет. В комплекте идет вот такая вот хорошая, как помню, симпатичная сумочка-рюкзак. Видите, можно как рюкзак носить. Вообще, у Anox всегда сумочки идут как классный такой прикольный аксессуар. Anox, они же вообще в сторону дизайна. У них все колясочки отличаются от 90% колясок по дизайну. В них особенные формы, сочетание цветов, тканей. Тут они стараются, действительно, молодцы. Рюкзачки у них очень прикольные. Уберу в сторонку, чтобы не мешал нам. Так, что касается шасси. Хочу вам сразу сказать, здесь трехступенчатая система амортизации используется. И по амортизации она меня очень-очень впечатлила, потому что, видите, это какая-то нереальная амортизация с очень большим ходом. И причем спереди очень мягкий антишок. Я такой амортизации в таких облегченных колясках не видел никогда. Это прям реально очень крутая тема. Колеса полиуретановые, ну, такие прорезиненные, знаете, они не стучат, не гремят. В этом плане все хорошо. Багажник здесь очень большой, с хорошим доступом. Багажник, причем, можно попасть легко со всех сторон. Тормоз у нас здесь непосредственно сразу нажимаем подошвой и ставим на тормоз, и снимаем с тормоза все подошву. Ничего не нужно у нас там пачкать, обувь портить. С этим все хорошо. Так, друзья, и производитель заявляет, что ее можно сложить вместе с прогулочным блоком. Давайте мы с вами сейчас это и попробуем сделать. Я закрою сейчас вот так вот эти секции дополнительные, чтобы вы заодно увидели, как будет козырек, если он не раздвинут с помощью дополнительных секций. Вот так вот. Это вот его максимальное положение. Так, складываем непосредственно, берем, кидаем ее вперед. Вот таким образом. Дальше берем, нажимаем на ручки. Здесь есть два курка. С помощью них отжимаем ее вот так вот. И опускаем. Ручку у нас можно поджать. Можно даже вот так, наверное, лучше поджать. И, собственно, вот такая у нас она в сложенном виде. На основании здесь есть в сидушке непосредственно ручка для удобной транспортировки. Как по мне, друзья, нормальная, полноценная колесочка 2 в 1, которая у меня складывается с прогулочным блоком, это очень круто, потому что мы получаем своего рода такую, знаете, мобильность. Сейчас, секунду. У нас колесико вот это здесь не должно быть. Вот так должно быть. Так получается чуть более плоское. Так, друзья, раскрываем обратно. Ставим. Возвращаем в исходное положение. Так, красота. Собственно, друзья, всю информацию, которую я хотел вам донести, я донес. Добавить мне больше нечего. Как по мне, у Анакса все лучше и лучше получается в премиум сегменте. Все потому, что реально качество исполнения коляски на очень-очень высоком уровне. Особенно меня впечатлила амортизация. И у нее реально очень легкий вес. Это вес обычной прогулочной коляски-книжки. Поэтому, как бы, она достойна внимания. Если вы ищете колясочку, обязательно не пропустите ее. Изучите, посмотрите. Приходите в нашу сеть магазинов FirstBuggy. По России у нас очень много магазинов. Пощупайте, посмотрите, покатайте по магазину. И сделайте свой реально правильный выбор, друзья. Собственно, и все. Если вопросы есть, пишите в комментариях. Я на них отвечу. Ссылка на эту колясочку будет в описании. Ну, а вам, собственно, удачи на дорогах. Всем пока.